Безвреднее, чем обычные сигареты, а может и вовсе безопасны. Вейпы. Их курят подростки. Те, кто постарше, делают выбор в их пользу, чтобы побороть пагубную привычку. О вреде электронных сигарет поговорим сегодня с заведующим пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павлом Бережанским. Здравствуйте, меня зовут Карина Яряшева. Вы смотрите программу «Формула здоровья». Здравствуйте, Павел Вячеславович. Здравствуйте, Карина. Расскажите, пожалуйста, что же такое вейпы? В чем их отличие от обычных сигарет? Вейпы, по сути, это, наверное, бич современности. Вейпы представлялись как аналог сигарет наших стандартных, которые мы, наверное, ко всем привыкли. Но на самом деле вейпы – это большой, не знаю, вред, бич, проблема для современных людей. Потому что если мы говорим о вейпах, ну, к вейпам мы можем относить еще и электронные сигареты, и курительные смеси, и сухие курительные смеси, и жидкие курительные смеси. У нас даже есть в медицине диагноз, называется Эволи-синдром. Повреждение легких связано с употреблением электронных сигарет и вейпов. Вейп – это у нас парогенератор, который с помощью того, что вода начинает у нас превращаться в пар, и этот пар дыхает. Мы даже называем курение вейпов не курением, а парением. И, наверное, слово «отпарение» как раз мы слышим от подростков, которые ходят и говорят, пошли опять парим. Вот. И если мы говорим об электронных сигаретах, это сухие курительные смеси, которые при нагревании тоже превращаются в пар. И мы знаем, что они бывают никотин содержащие, без никотина. И эти как раз вот смеси, они попадают к нам в организм с помощью во время курения. Поэтому, если говорить вообще, что это такое? Это изначально представлялось как альтернатива для перехода сигарет, чтобы вообще бросить курить. А на самом деле это не альтернатива, это еще большая яма, куда вязнет все больше и больше людей и губит свое здоровье. А вот мы тут говорим, да, о том, что вейп работает с точки зрения нагревания жидкости, то есть пара получается, а внутри находится жидкость. Я думаю, многие считают, что как раз-таки проблема-то в этой жидкости, что в ее составе есть определенные вредные вещества, которые как раз и пагубно влияют на здоровье. Так ли это на самом деле? Ну, тут, наверное, стоит такой вот более глобальный вопрос по поводу того, что все, что мы неестественным путем загоняем себе в легкие, и все для нас вредно. Потому что человек, ему созданы легкие были для того, чтобы дышать воздухом. Понятно, что мы живем в окружающей среде, где сейчас есть и выбросы, это тоже влияет на наши легкие, но мы специально это не делаем. А то те, кто парят, курят и так далее, они искусственно нагнетают у себя в легкие как раз содержание разных веществ, которых не должно быть. Не важно, а никотиновые содержащие они или это просто? Абсолютно. Если мы говорим о вейпах, основной состав вейпов – это у нас пропиленгликоль. Мы понимаем, что пропиленгликоль вообще – это пластмасса. Вот так. По сути, мы загоняем пластмассу в легкие. Это раз. Витамин Е. Витамин Е, мы знаем, это антиоксидант. А задача антиоксиданта, по сути, чистить сосуды, чистить бронхи. То есть, витамин Е попадает у нас на бронх и образуются микроразрывы такие. И вот как раз это как, не знаю, как момент того, что образуются входные ворота для других инфекций. Также в состав вейпа входят у нас ароматические углеводороды. То есть, это для вкуса, для запаха, который всем нравится. Но ароматические углеводороды – это, по сути, масла. И эти масла застревают в легких. Если мы будем говорить о патогенезе повреждения легких, то мы видим, что масла, пропиленгликоль застревают у нас в самых маленьких отделах легких, то есть в альвеолах. И эти отделы просто выключаются из акта дыхания. И мы видим, что человек, который курит вейпы, например, подростки, которые часто к нам поступают, в течение, не знаю, двух-трех месяцев, у них диффузионная способность, способность легких перерабатывать кислород, снижается в несколько раз. И это вот большая проблема, потому что, действительно, у нас есть альвеол, наша главная часть, и она просто забита, она просто выключается из акта дыхания. Поэтому вот это вот большая проблема. Именно из-за того, что вроде бы нет никотина, но вот эти вот сопутствующие вещества, которые содержатся, они повреждают нашу легочную ткань, повреждают очень сильно. То есть, соответственно, если они еще и содержащие никотин, то это как бы двойной такой удар. Ну да, действительно. Если мы, получается, видим, витамин Е, образуется вот этот маленький взрыв, получается, как антиоксиданта, появляется такая небольшая ранка, куда никотин в норме, например, он должен был попасть, там, не знаю, 10-10%. Но если у нас есть повреждение бронхов, у нас никотин попадет туда, не знаю, там, в 100% случаев, а это будет пагубно влиять и на другие органы и системы. То есть, простым языком можно сказать, что когда человек употребляет, ну, точнее, использует там вейп, то просто эта жидкость оседает в легких. Почему, кстати, многие, кто курят вейп, замечают за собой, что когда часто пользуешься, у тебя просто тяжело вдохнуть. Кажется, как будто у тебя внутри, так как это, ну, ощущение тяжести. И многие думают, что это как раз из-за того, что вот это испарение, жидкости как бы оседают. Это так? Да, это так. И действительно вдохнуть тяжело, потому что у нас, грубо, 100% легких должно дышать. А из-за того, что курим вейп, половина легких отключается, и у нас, например, всего остается 50%. Проблема эта в том, что организм начинает привыкать, адаптироваться, жить в постоянной гипоксии. Организму постоянно не хватает кислорода. Поэтому мы замечаем, те, кто курят вейп, они часто просят, например, там, им удобнее как-то встать, они просят сделать какие-то ингаляции. Эти пациенты жалуются на то, что им хуже воспринимается информация. Жалуются на то, что у них начинает болеть сердце. А сердце болит из-за того, что у нас, конечно же, у сердца есть сосуды, соединенные с легким, чтобы кислород от легких принять и разнести по всему организму. Во-первых, у нас напряжение сосудов происходит раз, а во-вторых, не хватает кислорода. А это все сказывается на нервной системе, на сосудистой, на сердечно-сосудистой системе, да и вообще все органы затрагиваются. Поэтому, действительно, проблема вейпов – это не только легкие. Проблема вейпов – это вообще весь организм. Комплексная, можно так сказать. А можно ли сказать, что к вейпам привыкаешь гораздо быстрее, чем к сигаретам? Потому что они вкусные, потому что вроде без неприятного запаха, и вот это вот такая самообман, можно сказать, что вроде как это не вредно, это там вкусно, и там чуть-чуть покурю, и ничего страшного. Ну, здесь есть несколько таких, наверное, больших причин, потому что, во-первых, люди, которые курят вейпы, всегда ищут себе оправдания, почему курят. Это раз. Во-вторых, действительно, общаясь с подростками, их заманивает вейпов только вкус. Если бы вейпы были невкусные, да никто бы их вообще даже не полил бы. Ну да, как сигареты, да? Никто бы даже не использовал их. И действительно, это получается реально самообман, потому что, если, например, говорить о сигаретах, люди, если курят, хотят бросить курить, они сначала курят, не знаю, полпачки, потом стараются как-то уменьшить вот этот объем. Если говорить о вейпах, о подростках, то они вот эти курительные смеси, эти приборы, гаджеты, не знаю, для курения, они же не выпускают их вообще из руки. И в любую свободную, там, не знаю, секунду начинают делать затяжку. А то, что человек постоянно находится вот под воздействием вейпа, под воздействием вот этих веществ, как раз, конечно, влияет и на психику, и на восприятие. А почему, кстати, вот это тоже факт, можно так сказать, что люди, курящие, ну, все-таки там, даже если очень много, то там какой-то перерыв они все равно делают, там, час-два, там, раз в час вышли. А когда ты куришь вейп, грубо говоря, действительно, ты просто ее не выпускаешь из рук. Это потому, что ты не чувствуешь, ну, как бы, насыщение, да, этим никотином? Или это просто, как бы, психологический момент, что вроде как она такая рядом, ее можно везде покурить, и из-за этого только? Ну, действительно, здесь, наверное, больше срабатывает момент психологии, потому что она всегда есть в руках, и вроде бы всегда вкусно и интересно. Но здесь, наверное, хочется провести пример. Если человек курит сигарету, у нас что происходит? Самое главное, это помимо попадания никотина, еще спазмируются сосуды, и человек временно испытывает гипоксию. Но это временно, во время курения, еще полчаса после курения. То есть кислорода чуть-чуть мало, и это, опять же, вызывает выброс адреналина, гормонов. Ну, и для чего люди и курят. Если мы говорим о вейпе, который курят постоянно, человек постоянно находится в гипоксии. То есть у организма нет такого периода, чтобы он быстренько собрался, выработал гормоны, а потом расслабился. Постоянная гипоксия приводит как раз к повреждению всех органов и систем. Раз. Во-вторых, наверное, курение вейпов. Но если я расскажу просто историю про вейпов. Давайте. По поводу того, что есть диагноз повреждения легких. Но первые диагнозы эти были поставлены не у тех, кто курит вейп, а те, которые работают на заводе по производству попкорна. Потому что, действительно, когда делают попкорн, происходит, опять же, особенно сладкий попкорн, выброс вот этих веществ в газообразную среду, в воздух, опять же, ароматические углеводороды. Когда взрывается кукуруза, вырабатываются, опять же, аналоги пропиленгликоли. И вот люди, которые работали на производстве попкорна, они страдали странной болезнью. Как раз, когда задыхались, вот эти вот жиры, масла оседали в легких, и они от этого страдали. Потом, конечно, в ходе диагностики, этот диагноз уже был поставлен, но и лет 10-15 мы этих диагнозов даже не видели. Но вот когда уже появились у нас вейпы, когда появились первые пациенты, которые стали поступать, опять же, очень угрожаемый возраст, это, конечно же, подростки. Потому что это организм человека, который развивается, у которого заканчивается гормональная перестройка, который, ну, действительно, вот период подростковый заканчивается, и все это становится взрослый, полноценный человек. А мы сейчас видим, что при курении вейпов, как уже говорил, гипоксия, то есть нервная система не развивается, это раз. Сердечно-сосудистая система страдает, легкие страдают. А этот человек через 10 лет, он будет взрослым человеком, он будет заводить семью, а здоровье уже загублено на ранних стадиях. Поэтому здесь нам стоит задуматься о том, что, наверное, моя позиция – это полностью запретить. У нас вот действительно полумеры о том, что давайте закроем темными витринами, давайте не будем продавать подросткам, не работают. Давайте, да, поместим там какие-то картинки устрашающие или еще что-то. По поводу вейпов надо 100%, наверное, запрещать. А потому что, кстати, избавиться от курения вейпов, мне кажется, иногда даже сложнее, чем от сигарет обычных, потому что, опять-таки, я говорю, у тебя просто уже привычка там, да, раз в карман залез, вытащил, такой покурил. А сигареты – это нужно там специализированное место выбрать, это как бы более сложный плюс. Я думаю, покупка жидкости и вообще вейпов среди подростков проще, чем купить там сигареты те же в магазине. Все-таки сейчас с этим строго, там паспорт всегда спрашивают. А ведь вейпы курят и раньше, в 18, я так понимаю, что… Да, и здесь вот большая проблема есть. Буквально, наверное, на днях была у меня такая, как небольшая стычка, встреча с человеком. Он зашел в магазин, подростки попросили купить его как раз жидкость для вейпов и вот эти вот стики, ашки, как-то вот современное название. Ашкьюди, да, они называются. Ашкьюди. И взрослый человек пошел, купил и дал подросткам. Я к нему подхожу, говорю, зачем вы это сделали? Вы как бы не несете ответственность за здоровье этого ребенка. Вы не несете вообще ответственность за то, что с ним будет. Махнул на меня, ушел, немножко обиделся на такое замечание. Но здесь, наверное, надо сказать всем взрослым, что подросткам у нас сейчас запрещено по закону. У нас есть постановление правительства, которое запрещает продажу и употребление вейпов до 18 лет. И действительно, ну как могут найти подростки? Это только если взрослый где-то купит. И здесь, наверное, хочется сказать, чтобы ответственные взрослые проявляли наивысшую ответственность в этой степени. Что-то ни старшие братья, ни родители не покупали как раз вот эти вот жидкости, не покупали вейпы. Я думаю, тут еще как бы проблема стоит в том, что не все взрослые осознают риск. То есть им кажется, что да, ну лучше, чем сигареты, да, там покурил. Вот я куплю вейп, он там ничего страшного вроде бы, а может и без никотина, и покурят, и все. Я думаю, тут как бы такая комплексная скорее проблема стоит. Ну, действительно, но, наверное, об этой проблеме надо больше говорить. Количество пациентов, которые поступают сейчас, их вообще огромное. Вот первый пациент, который у нас был в России, он как раз с Эволи-синдромом, он был моим пациентом. И к нам он поступил, у него было 90% поражения легких. Тогда ему было 17 лет, сейчас ему уже 19 лет. То есть он поступил к нам уже сразу в реанимацию. Опять же, как у него развивалась болезнь, если вот так вот. И мы сейчас видим по подросткам, так оно и есть. То есть за несколько месяцев до этого он стал потихоньку худеть. У него стала появляться слабость, одышка, периодически повышалась температура и подкашливание. Ну, как бы не особо обращал внимание, как подросток, да. Но потом ему было тяжело подниматься на пятый этаж. Потом было тяжело подниматься на второй этаж. Тяжело было бегать, как бы физически, взаимодействие, опять же, с подростками на физкультуре. Но обратился он в больницу только тогда, когда он уже не мог от своей комнаты дойти до ванны, до туалета, там, до кухни. Когда у него уже пять шагов вызывали выраженную одышку. К нам он приехал. Еще раз скажу, что 90% легких было просто забито. То есть у нас вот идет вот бронх, да, и он разделяется на маленькие бронхи. И вот 90% этих маленьких бронхи просто были забиты маслами, вот этими жидкостями, пластмассой. То есть он все это время продолжал курить, да? 10% он еще помог, да, еще продолжал курить. 10% еще организм, опять же, поддерживал. Ну, потому что молодой человек, подросток, опять же, легкие такие сильные. И, как мы всегда говорим, тоже молодость болезни не замечает. А чуть подрастет, это все, конечно, вскроется. И вот он поступил, он поступил в реанимацию, он был на кислороде. Но чтобы выставить этот диагноз, очень сложно выставить, потому что надо исключить все другие известные диагнозы. Но вот благодаря поддержке коллег мы приглашали на консилиум профессоров, диагноз был выставлен, его начали лечить. Для примера скажу, что такому же, например, подростку в Соединенных Штатах Америки, ему уже при 90% поражения легких, ему пересаживали полностью комплекс сердца и легкие. Но вот у нас получилось так, что мы смогли его вытащить консервативно, без трансплантации, без оперативных вмешательств. Но сейчас он выписан, уже, по сути, сейчас ему уже 19 лет, но 40% легких он потерял. То есть он потерял, во-первых, здоровье, это на всю жизнь с ним останется. Он потерял полтора года учебы в школе, он сразу ее не закончил. Поступление в институт, службу в армии и куча ограничений по профессиям, которые он может в будущем получить. И это только из-за того, что он действительно курил. Но он курил его очень много. Он по два вот этих пузырька курил в день. То есть это большой объем. Грубо говоря, две пачки сигарет. Да. И у него это все развилось за 2-2,5 месяца. Потому что вот такие большие объемы. А сколько заняло лечение в итоге? Лечение заняло у него больше. Вот годами он лечится и до сих пор получает, конечно, реабилитацию. Но чтобы его вылечить, потому что проблема заключается в том, что вот эта вот жидкость легких, вот эти масла, их не достать. Даже делая бронхоскопию, залезая с камеры, самая маленькая, их нельзя оттуда вымыть. И поэтому мы там придумали для него такой новый метод лечения уже, подход, когда мы надевали ему специальную маску герметичную под давлением, воздух загоняли в легкие, чтобы легкие расширялись, как-нибудь доставать вот это вот масло жидкости. Но, к сожалению, 40% легких потеряно. Это 50%, это очень много. То есть, получается, это такая новая ваша уникальная методика, можно так сказать? Ну, наверное, это не то, что наше. Ну да, наверное, это наш российский подход по поводу лечения как раз повреждения легких, связанного с употреблением вейпов, электронных сигарет, потому что иностранные коллеги тоже обращались, спрашивали, уточняли, как мы... То есть, такой обмен опытом происходит? Да, как мы смогли вытащить так консервативно, вот с таким вот поражением? Потому что, действительно, это был первый пациент. По нему мы и научные статьи опубликовали, как бы, и в наших отечественных журналах, как бы, и с коллегами, и у нас, и за границей мы с ними, конечно, общались, обсуждали, потому что политические ситуации, это политические ситуации, но здоровье людей, как бы, медицина, новые подходы в лечении, они вне политики. Согласна с вами. Еще такой момент интересный тоже, что многие, кто курят электронные сигареты, вейпы, так как это все мы с вами обсудили, это очень там вкусно, многие говорят, ой, а дай-ка я попробую у тебя, там, какой у тебя вкус, может быть, что-то новое. Есть такое, что это вообще-то небезопасно, негигиенично, и какие могут возникнуть последствия, да, вот такого вот обмена, грубо говоря? Скажите. Да, действительно, слушайте, вопрос очень правильный и очень важный вопрос. Буквально, наверное, пару месяцев назад у нас всю Россию, депо мира трясло от того, что идет какой-то китайский грипп, новые штаммы и так далее, но потом же объяснили, что это была микоплазма. Микоплазминная инфекция – это, по сути, простейшая, которая передается при контакте. Чаще это у нас, если болеет микоплазма, это или дети до года, которые внутриутробно получили, или как раз школьный возраст, там, и подростковый возраст. А как передается вот вообще инфекция микоплазминная или хламидиозная инфекция, именно, которая поражает легкие? Передается только контактно. Количество пациентов, которые лежали во всех отделениях – инфекционных, пульмонологических, педиатрических – просто зашкалило нас. По Московской области, ну, не было, по сути, свободных даже коек лежали в коридорах, потому что кашель при микоплазменной инфекции, поражение легких, по сути, это пневмония. А симптомы какие? Как вот? На что обратить внимание, да? Если уж человек такой зависимостью, вот как ему исключить риск? Понятно, не обмениваться, грубо говоря, своими аппаратами. А на что обратить внимание? Что случается? Ну, если мы говорим о микоплазме, это у нас нетипичная, а типичная флора, которая поражает легкие. Если мы, например, говорим о симптомах, это сухие подкашливания, которые постоянно раздражают и не проходят на фоне, например, лечения. Это раз. Это субфибрильная температура, но при этом выраженная слабость. Проблема заключается в том, что даже если мы сделаем рентген, на рентгене мы можем увидеть только косвенные признаки пневмонии, а самой пневмонии мы не увидим. Хотя это протекает все как пневмония, как поражение легких. Это слабость, это интоксикация. Вроде бы это симптомы, типичные для многих вирусных инфекций, но это все вот так вот вяло протекающее. И самое главное, что это упорные, сухие подкашливания, которые идут постоянно, постоянно, постоянно. Можно сравнить это с коклюшем, таким вот, да? С таким легким? Ну, с легким течением коклюша, да, можно сравнить. Но просто коклюш, у нас же это реприза, это сильно выраженный кашель, который нарастает. И опять же, при коклюше кашляют дней 60, да. Поэтому за 60 дней, надеюсь, что все проходят диагностику и ставится диагноз. Но если мы говорим про микоплазму, которая действительно в этом году и в том году ее стало гораздо больше, чем было. У нас есть еще и другие болезни, например, мононуклеоз. Называется, в народе всегда называлась болезнь поцелуев, потому что чаще этим болели раньше подростки. Но сейчас ее стало мононуклеозом в разы больше. Опять же, это благодаря вот этому вейпу, который передается по кругу. То есть в компании у нас есть 5 человек. Если у одного есть мононуклеоз или микоплазма, то же самое он передал 5, трое из 5 точно заболеют. А что делать, если все-таки обнаружил какое-то недомогание? Куда нужно обратиться, чтобы пройти обследование? Какие-то анализы нужно сдать? Куда лучше? Ну, если мы говорим о детях, конечно, это же обращение к педиатру. Но когда мы обращаемся к педиатру, нужно четко понимать, с каким мы идем жалобами. Не просто говорим о недомогании. Вообще идеальный вариант составить вообще план. То есть мы идем к врачу, мы говорим, мы заболели 5-го числа, в течение трех дней была температура, появился кашель, я вот подкашливаю, у меня болит здесь, больше симптомов никаких нет. Чтобы врачу было понятно вообще, как это. И всегда надо говорить, куришь, не куришь, вейп. Потому что сейчас этот вопрос, он должен быть один из первых вопросов, когда мы, конечно, смотрим подростков. Ну, мне кажется, у каждого врача теперь этот вопрос задается. Чтобы направить, да, на более русских специалистов. Да, здесь возникает большая проблема. Когда подростки приходят с родителями, они не хотят признаваться. Это раз проблема. Во-вторых, если мы даже направляем к узким специалистам, например, к кардиологам, вот мы общались вчера с кардиологами, у нас есть пациенты, которые потребляют вейп, но у них проблемы уже с сердца начались. Как осложнение. Как осложнение, да. И действительно, и до последнего момента они не хотят признаваться, что курят вейп, потому что есть рядышком родители. Вот здесь надо, наверное, как-то тихонько, не знаю, разговаривать. Потому что после 15 лет пациент может посещать врача законодательно, у нас без родителей. До 15-ти обязательно осмотр пациента в присутствии родителей должен быть. Вот здесь нужен какой-то вот подход. И действительно, сразу, конечно, если мы при родителях спрашиваем, объяснять родителями, что это социальная проблема, что ругать сразу ребенка не надо. И как бы стрессовать, не знаю, впадать в панику, что ребенок курит, надо просто, наверное, с ним побеседовать, рассказать, как бы какие-то доверительные отношения в этом вопросе обсудить. Потому что если сразу, например, у врача еще начнет ругать, переживать, ребенок будет переживать и больше ничего не расскажет. Да, закроется в себе, и, в общем, врач меньше получит информации. А еще мы обсудили там вот эти проблемы. А такой момент, как онкология, вообще осложнением является после употребления вейпа, может стать причиной возникновения? Вот. Ну, здесь мы можем, наверное, сказать, что сейчас наблюдений у нас в России не так уж и много. По сути, относительно недавно стали употреблять вейп. Но мы здесь будем опираться, наверное, на международный опыт. Во-первых, у нас есть международный опыт, если мы говорим о Китае. В Китае придумали вот эти HQD, вейпы, но они там полностью запрещены к употреблению. То есть они только производители? Они только производители, законодательно запрещены. И вот недавно же был как раз случай, когда туриста нашли в Шанхае на остановке курящего, оштрафовали на 7 тысяч долларов. 50 тысяч юаней, 7 тысяч долларов, как бы он получил штраф. Если мы говорим еще о других странах, смотрите, полностью запрещены в Таиланде, в Вьетнаме, в Камбодже, в азиатских странах запрещены везде. Удивительно, я только хотел сказать, почему-то в азиатских странах, а в европейских, в европейских, Америках. Ну, в некоторых европейских, сейчас тоже это расскажу. Смотрите, но там еще более строгие. Там не то, что штраф в Таиланде запрещено привозить с собой, запрещено употреблять, распространять. Там 10 лет тюрьмы, до 10 лет тюрьмы употребления. В европейских странах введены частичные тоже ограничения. Просто есть, например, некоторые страны, где это более жестко регулируется, где-то мягче. В Австралии полностью запрещено употребление. И, наверное, с теми странами, где у нас более тесные контакты, например, по Бриксу, это у нас Мексика. Для меня было удивление, что в Мексике запрещено полностью употребление вейпов и электронных сигарет. Это в Аргентине. Но, действительно, когда мы там были, мы увидели, что первый вопрос у меня тоже был. Говорит, я не вижу курячих подростков. Говорит, а у нас это, во-первых, запрещено, а во-вторых, полностью у них найдет направление на спорт. Просто в какой двор не выйдешь, везде спортивные, я не знаю, секции. В футбол, наверное, играют. В футбол, не знаю, тренажеры, гантели и так далее. Но в Южной Америке, то есть, я говорю, Мексиканский вообще залив, это все страны запрещены употреблением. Ну, грубо говоря, можно взять позитивный опыт, собственно говоря, как можно бороться с этим среди подростков. Да, но у них и появились раньше эти вейпы. И поэтому вот у них есть уже статистика по поводу заболеваемости. На первом месте, ну, мы считаем, что повреждение легких. Но повреждение легких – это как запускающий какой-то фактор. Потому что дальше у нас начинает страдать сердце, и в следующий момент у нас страдает поджелудочная железа первая, щитовидная железа. А мы понимаем, что, если, например, щитовидная железа тоже страдает, там, не знаю, диффузный зуб – это фактор риска развития онкологии. Поджелудочная железа, онкология, поджелудочная железа. Если мы говорим о раке легких, опять же, мы знаем по сигаретам, что это, опять же, 90% риск развития рака легких, но это пациенты старше 50 лет. Пока наблюдения по подросткам нет, но мы видим вообще по мировой статистике, что онкология, в принципе, она же… Молодела. Молодела ее, молодела очень сильно. Но именно по вейпам и раке легких пока статистики нет. А вот онкология поджелудочной железы, сердечно-сосудистые проблемы, и онкология всех железистых тканей, по сути, гормональных наших тканей, да, она выходит на первое место, и она очень связана с вейпами. А с точки зрения, кстати, пола, мальчики, девочки, влияние одинаково на организм, или у девочек там, допустим, есть риск впоследствии, там, не забеременеть, да, бесплодие какое-то, нет такого тоже, такой статистики нет? Статистики по девочкам нет, а вот по мальчикам есть очень плохая статистика. А, действительно, да, взаимосвязь? По мальчикам есть, потому что вейпы, опять же, это как жировые эмульсии, влияющие на сосудистые русла. У нас как получается, когда в сосудики попадается какая-то жировая ткань или большие белки, он по организму проходит, и где у нас есть капилляры, он просто застревает. То есть вот этот кусочек ткани, он перестает, в принципе, работать. И здесь, опять же, идет проблема с гормональной сферой, потому что есть у нас, говорю, различные органы, которые отвечают как раз за гормональную сферу. Это и надпочечники, щитовидные железа, половые у нас железы, да, и они все перестают по-хорошему работать, они работают хуже. То есть репродуктивная функция, вот сейчас известно, что упадает на 50% при употреблении вейпа больше двух лет. Опять же говорю, что мы должны озаботиться, наверное, как-то здоровьем подростков, потому что... Последствия это влияют на демографию. Конечно, это... А демография, люди, это, по сути, основа вообще страны. А это, кстати, общемировая, да, статистика о том, что это влияет на репродуктиву? Это, да, это вообще первое было. Идельно в России такого не проводилось. Ну, сейчас не проводится, да, потому что у нас, во-первых, когда появились вейпы, потом начался ковид немножко сбил. Сложно, да. Но сейчас эта вот история по всем специальностям уже проводится научное исследование, как влияют вейпы и электронные сигареты на здоровье. И еще один такой тоже интересный момент, не знаю, миф, не миф, про пассивных курильщиков. Это тоже известный такой термин. Мы про него в основном обсуждаем в контексте обычных сигарет. А что касается тех, кто, допустим, находится, опять-таки, с теми, кто курит вейпы постоянно, да, HQD, в том числе там на верандах летом, это же не сигареты, и все позволяют там, да, себе покурить во время еды. Насколько это вредно? Ну, пассивное курение, мы знаем, что само по себе пассивное курение – это огромный фактор риска для многих заболеваний. И в первую очередь мы здесь, если говорим о каких заболеваниях, это аллергические заболевания, это у нас бронхиальная астма, это интерстициальные заболевания легких, если мы говорим про пассивное курение. Но если мы говорим о вейпах, потому что вдыхая пар, частички вот этого пара все равно остаются в окружающей среде. А как мы уже поговорили, эти частички содержат в себе и пропиленгликоль, и витамин Е, и глицерин как бы основа тоже является. А глицерин – это, по сути, мыло, это тоже жир, вот так вот, если разобраться. И он все находится в окружающей среде, и люди, которые находятся рядышком, они тоже его вдыхают. Здесь, наверное, если сравнить с сигаретами, потому что с сигаретами пассивное курение, оно более длительное. То есть человек, если покурил, еще полтора часа он будет выделять вот эти вот вещества, которые связаны с сигаретой. Если говорим про вейп, то если человек курит, сейчас эти вещества выделяются. То есть не курит, веществ уже в воздухе нет. Как бы это такое, наверное, отличие именно по пассивному курению. Но в рядах у пассивных курящих, опять же, в разы больше. Здесь, опять же, очень важно сказать про детей. Потому что если мы говорим о взрослых. А взрослый человек в среднем росте, не знаю, метр семьдесят, метр шестьдесят, метр семьдесят. Он это парит, вдыхает, и он это все выдыхает. Учитывая, что эти вещества тяжелые, они оседают вниз. Они летят ниже к земле. А если мы говорим о маленьких детях, то есть ребенок у нас, например, в три года, ну, метр у него в среднем росте. И вот эти вот вещества как раз оседают на уровень, где дышат наши дети. То есть если мы ведем, человек курит, и ребенка ведем за руку, ребенку достанется пассивно в несколько раз больше вот этих веществ, чем человеку такого же роста. Потому что это сразу будет оседать на его уровень. И вот это вот огромная проблема. И этой проблемой сейчас как раз вот занимаются гигиенисты, эпидемиологи. Мне кажется, это очень важно вообще рассказывать это людям. Я думаю, что вообще немногие задумываются о том, что когда они курят, да, страдают в том числе и их дети, не говоря уже там об окружающих. Я думаю, что мало кто такую параллель проводит. Вот вы мне сейчас сказали, я даже не задумывалась на самом деле. Да, но это действительно большая проблема. А проблема еще в чем заключается? Вот эти вот вещества, они же опять же мысленисты. Они падают на землю, они соединяются с пылью, да, и превращаются в такие, как небольшие клубочки. А когда человек взрослый идет, он чуть-чуть шаркает ногой, задевает вот эту пыль, она опять поднимается в воздух. И она опять максимум поднимается до одного метра. Опять же уровень, где ребенок дышит воздухом. Даже если говорить про вейпы, это да, оно... Это можно про все сказать, что ребенок дышит на уровне метра. Когда идет строительство, когда, не знаю, есть аллергены и так далее, это все вот вдыхает ребенок, потому что метр с кепкой. Наверное, те, кто курят у себя в квартирах вместе с детьми, они, наверное, вообще дети получают там чуть ли не двойную, тройную. Да, особенно есть какие-то, если пылесборники дома, такие как ковры, это раз, например, если есть книги. На ковре, там же он же шерстяной, по сути, да, на них оседает очень много вот этих масел. А детей где мы обычно сажаем играть? На ковер, потому что не дует. Теплее. Да, теплее, садись на ковер и играй, а вот дети как раз здесь играют. Еще вы упомянули такой момент про аллергию. Кстати, мы не обсудили, да, ведь есть у людей аллергическая реакция, может вызвать жидкость. Такие случаи тоже бывали, поступали к вам пациенты с такой проблемой. Ну, наверное, не к вам скорее, но тут просто комплексно, да, если мы говорим. Был такое. Ну, да, если мы говорим об аллергии, аллергия – это у нас хроническое персистирующее воспаление, то есть воспаление, которое есть у человека всегда. И любой раздражающий фактор, даже вот в составе, который находится и курительных смесей, он может вызвать аллергическую реакцию. Это раз. Во-вторых, опять же, если мы говорим о респираторной аллергии, такую, например, как бронхиальная астма. Эти пациенты, конечно, очень сильно страдают. И вот кто к нам приходит, они рассказывают, что мои одноклассники курят вейп, а я не могу рядом с ними, например, находиться, потому что сразу начинают задыхаться. Потому что у этих людей изначально бронхи, ну, грубо говоря, они должны быть как трубочки, такие вот широкие, они изначально у них сужены. А если попадается аллерген, организм начинает защищаться, начинает стеночка отекать, выделяется слизь, и вот эти узкие бронхи, они становятся еще уже, им тяжело дышать. Поэтому эта проблема уже, наверное, такая вот социальная становится, потому что бронхиальная астма у нас по статистике в России около 11-12% у детей. То есть это еще у тех, у кого установлен диагноз, а еще процентов 5-6, у которых диагноз не установлен. Действительно, эти пациенты приходят, жалуются, и проблема в том, что это, ладно, респираторный тракт, а еще бывают остроэллергические реакции. Это когда, то есть человек пересекся с каким-то аллергеном, и организм остро отреагировал. Это у нас анафилактический шок, это ангионевротический отек, и такие пациенты есть, случаи есть, но, слава богу, они не массовые. Это слава богу, потому что при этих случаях помощь надо оказывать в ближайшие несколько минут. Но это может случиться где угодно. Поэтому я всегда говорю, что те, кто курят, они несут ответственность, во-первых, перед своими близкими, перед детьми, перед семьей, потому что то, что употребляет и употребляет все вокруг, даже если они этого не хотят. Ну и второе, конечно, несут ответственность перед собой, перед своим здоровьем, особенно если говорим подростки. Я еще раз скажу, что молодость болезни не замечает, но перешагнет порог, не знаю, 30 лет, все вылезет наружу. Все последствия увидятся. И такой, наверное, завершающий у нас вопрос будет, какие, наверное, как итог. Что бы вы сейчас сказали пациентам, на что стоит обратить внимание? Может быть, родителям обратиться, не к самим детям, а к родителям. На что стоит обратить внимание? Смотреть ли на детей, в конце концов, что они делают? Так расскажите нам. Ну, если говорить в аспекте вейпов, ну, вообще, наверное, в аспекте, наверное, скажу, общения. Самое главное – общаться с детьми. Самое главное – задавать им вопросы, и очень важно слышать их ответы. Важно, если вот будет налажен вот этот контакт и общение, дети будут сами рассказывать, что кто-то курит у них, что он попробовал, может быть, что он курит. Тоже это раз. А во-вторых, если мы говорим с точки зрения здоровья. Не обычно, если мы говорим о маленьких детях, ну, родители регулярно ходят к врачу. Там каждый месяц, взвешиваются, потом каждые полгода. Но когда ребенок становится подростком, родители очень редко с точки зрения профилактики приходят к врачу. Поэтому здесь очень важно. У нас, если человеку больше, там, 6 лет, ежегодно, даже если он никогда ничем не болеет, даже если лечитесь дома сами, обязательно проходить профилактические осмотры, приходить к врачу-педиатру, и он по возрасту направит к нужным специалистам. Это поможет сохранить здоровье, здорового еще ребенка, не дать развиться хроническим болезням. И вот именно вот в эти профилактические осмотры можно как раз вот выявить моменты угрозы по выявлению, по курению. Потому что каждый врач, кому пойдет пациент, он будет себя наспрашивать, будет общаться. Поэтому очень важно позаботиться о здоровье. Вот так вот, наверное, скажу. Такие рекомендации, да, небольшие дали родителям. Спасибо вам огромное, Павел Вячеславович. Будьте здоровы. Спасибо, что провели ваше свободное время вместе с нами. До встречи на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова